Сейчас поговорю немножечко о техподдержке. Какая основной тренд на рынке, какая мысль, как мне кажется, сейчас преобладает. Следующее. Запрос на техническую поддержку очень сильно вырос. Почему? Потому что компании перестают разрабатывать, а начинают больше поддерживать то, что есть. Многие говорят, что техническую поддержку они оказывают, но мало кто это может превратить в хороший доходный бизнес, рентабельный, который будет приносить удовольствие. Я расскажу, как это сделать. Есть мнение по технической поддержке у клиента. Оно такое. Во-первых, никто из клиентов не хочет тратить деньги на техническую поддержку. Почему? Потому что, получив сайт, искренне считает, что внедрять его не надо и за это деньги платить не надо. И второе, что это в принципе обманутые ожидания. Например, говорится, что интеграция с 1С в коробке, клиент думает, что это нажатие двух клавиш, мы ему говорим, что это 150 тысяч рублей, и он недоумевает, почему. Трудный выбор подрядчика. Нет критериев. Ведь даже если взять наши все любимые, как сказать, рейтинги, там нет рейтинга, кто хорошо поддерживает, кто хорошо развивает уже существующие проекты. Непонятный критерий, как выбирать. То есть хорошая компания, которая здорово разработала, она может действительно неплохо так фейлить на поддержке и дальнейшем развитии. Общее мнение у клиента, что техническая поддержка – это боль и слезы. Есть мнение у студий. То есть студии не любят оказывать услуги по техподдержке. Они любят сделать проект, они любят заработать на этом много денег. Они, как мы считаем, просто не умеют это делать. Многие студии. То есть техподдержка – отличный прибыльный бизнес, с которым нужно работать и просто поставить это на рельсы. Почему я вообще обо всем этом говорю? Моя основная мысль такая, что каждый рубль, заработанный на техподдержке, он легче зарабатывается, нежели на создании проекта. Поэтому нужно просто взять, сделать, заработать деньги и получить удовольствие от работы. Потому что если говорить про бизнес, я вообще продавал бы коробки, если больше этого ничего меня не нагружали, я был бы счастлив, я получал бы свои денежки и не парился. Но, к сожалению, так не бывает. Почему техническая поддержка – это круто? Во-первых, потому что когда у клиента проект начинает приносить деньги, а это уже работающий проект, он с удовольствием отдаёт деньги, чтобы только сделать его более надёжнее, чтобы его проект ещё больше приносил денег. Нужно прокачивать только профессиональные скиллы. То есть менеджмент в техподдержке не нужен. Многое не нужно. Нужно просто качать скиллы. И самое главное – это скилл программирования. Это наше мнение. И этой очень легко масштабируемой системой я впоследствии скажу, как это сделать легко. То есть можно расти без каких-либо напрягов. Теперь волшебные 10 шагов, которые приведут вас к успеху. То есть это выдержка того, какие шаги сделать, чтобы в конце было всё хорошо и замечательно. Первое – ввести нормальную стоимость часа. Если вы оцениваете проекты не по часам, а вообще просто вот говорите, да, мы вам сделаем это за 150 тысяч рублей, отлично. Это ваши проблемы, это, скажем так, разговор и с другой оперы. Если вы работаете на субподряде у кого-то по часам, и этот час ниже, окей, вопросов нет. Но для конечного клиента должна быть хорошая стоимость часа, и, как мне кажется, она не должна быть меньше 1300 рублей. Второе – это сделать нормальный лендинг. То есть если у вас, у владельцев студий есть сайты, на которых описано про техподдержку, то эта описанность, она ни о чём. Да, оказываем, да, вот. То есть идея того, что техподдержка, её принципы и то, что можно продать клиенту, это отличается от продажи сайта. Поэтому нужно сделать нормальный лендинг, ну или окей, нормальную страницу на вашем сайте, в котором будет написано, почему за техподдержкой нужно приходить к вам. Потому что у всех написано, почему мы круто делаем сайты, а почему мы круто их поддерживаем, ни у кого не написано. Третье – это научиться качественно оказывать услугу. Вот это самый, скажем так, серьезный момент во всем этом, который вызовет немножечко внутри команд усилий, в общем, требуется. Сейчас появилась сертификация. То есть пока её не было, каждый сам как мог делал. Очень круто, очень быстро готовятся программисты, и самое главное, они нормально сразу программируют в Битриксе. Потому что, чтобы профессионально и хорошо оказывать услугу, нужно любить Битрикс, нужно его чтить, не нужно писать костыли, и всё это помогает делать вот эту вот сертификацию. То есть, в принципе, даже у нас её прошли, ну, проходит каждый сотрудник, то есть он приходит и первым делом на сертификацию готовится, сдает экзамены, слушает ролики. Всё круто, замечательно, того, что есть, вам без проблем. Вы сможете это сделать. Плюс разрабатывайте внутренний код-стайл, делайте внутренние документы, обязательно работайте через контроль качества кода. То есть, ну, это уже, скажем так, прописные истины, однако, к сожалению, они не у всех есть. В общем, нужно научиться качественно предлагать эту услугу. Это важно. Следующее — внедрить SLA. Причём внедрять его нужно поэтапно. Как бы, если вы по нему уже работаете, вы вообще впереди планеты всей. Если не работаете, начните его внедрять, но внедрять его правильно. Не нужно сразу говорить… То есть, идея какая? Можно клиенту сказать, что мы работаем по SLA, а на самом деле нифига не работаем. То есть, будьте честны в этом плане самим собой. То есть, например, мы заявляем, да, у нас каждый тикет уходит в разработку в течение 15 минут, когда поставлен в наш саппорт. Окей, мы это декларируем, мы это исполняем. Но мы не декларируем, что в течение часа, например, после дачи, мы дадим обязательно обратную связь и скажем там, долго ли что-то будет, недолго и т.д. и т.п. Хотя это важно, да, это же тоже можно декларировать. Но мы это не декларируем, потому что нифига не сможем это сделать. Мы тикет за 15 минут ознакомимся, поставим его и только вечером о нём вспомним, условно говоря. То есть, нужно понимать, что вот это вот SLA, то есть, внедряется только то, что искренне можете выполнить. Добиться взаимозаменяемости. Это как в дискаунтерах самолетных, да, то есть там авиапарк всегда это одни и те же самолеты, чтобы любой экипаж в любое время мог сесть на любой самолет. То же самое. Ну, как бы мы для себя уже решили, и 8 лет работаем только на Bittrex, да, соответственно, если вы работаете со многими CMS-ками, ну, придумайте как-то. В общем, идея такая, что нужно сделать так, чтобы не было, что с этим проектом работают только вот эти два человека, и если третий вдруг эти два заняты, третий подключаем, то он должен опять всё прохавать, что эти два прохавали, т.д. и т.п. То есть, в общем, нужно добиваться вот этой взаимозаменяемости. Это важно, чтобы вы могли большое количество проектов обслужить малым количеством сил. Внедрить удобный хеллдеск. То есть хеллдеск, да, то есть это вход. То есть когда инцидент называете как угодно, когда клиент пишет о том, что у него что-то случилось. Если вы работаете по e-mail, по телефону, ещё как-то, ну, наш совет, отказывайтесь от этого. Мы более того… Ну, ладно, у меня там будет ещё один пункт. В общем, нужна удобная точка входа, в котором будет сидеть человек, который должен всё это знать. Если он будет собирать это с почты, с телефонных звонков, это всё долго, это будет теряться. Если будет единая точка входа, окей. Если вы сделаете так, что можно написать письмо на саппорт, она автоматически попадёт в хеллдеск, круто, замечательно. Но в целом лучше всего всех клиентов, чтобы у них была единая точка входа, чтобы они даже не парились, что им сказать просто, ну, если здесь не появляется задача, мы, к сожалению, не сможем вам помочь. Ну и, соответственно, в хеллдеске также полное ведётся обсуждение, да, потому что если мы телефон подключим к обсуждению, всё это забудется, и потом клиент скажет, ой, ну мы же договаривались, ой, ну вы сказали вообще-то, что вы вот это сделаете. Если есть переписка, всё замечательно, всё хорошо. Внедрить транзакции. Что такое транзакция? Транзакция — это любая минута, посвящённая этому проекту программиста. 20 минут он закрыл на задаче, когда подправил верстку, он должен написать, ну, там, транзакции можно ввести в любом трекере, можете хоть в Excel-файле, можете в Bittrex 24, где угодно. Но это очень важный момент, что 20 минут потратил, вот он честно 20 минут вписывает, то есть 20 минут и что именно. Ещё 10 минут другой человек потратил на другую задачу, отметился. Кто-то 4 часа работал, серьёзно что-то дорабатывал, сделал. То есть вот эти вот транзакции, это очень важно. Почему? Потому что в конце отчётного периода не будет возникать вопрос. Так, вы нам выставили стоимость за месяц на 120 тысяч рублей. То есть за что мы вам будем платить? Когда вот это будет, то есть вот, пожалуйста, 200 транзакций, которые в месяц мы сделали, читайте, наслаждайтесь, получайте удовольствие, что мы сделали с вашим проектом, чтобы всё было хорошо и замечательно. Это очень важный момент. Воспитайте клиентов. То есть мы, например, сделали сейчас что? Если клиент хочет поговорить по телефону, он знает, что он за это будет платить. То есть все минуты, которые он проговорил с нами, мы в техподдержку. Пять минут поговорили, мы отметили телефон и разговор, пять минут обсуждали то-то, то-то. Хочет час поговорить, для него это будет стоить 1600 рублей. Это наша ставка обычная. Потому что некоторым надо поговорить, они это в принципе любят. И всё равно после разговора мы всё это фиксируем письменно, то есть по результатам. Вы знаете, раз, два, ну на третий месяц уже он настолько привыкает к то, что всё письменно, настолько сам понимает всю прелесть вот этого обсуждения, понимания, то есть когда он видит каждый статус задач, что он, конечно, телефон уже откладывает в долгий ящик. Единственное исключение — это все вопросы интеграции, не все. То есть когда мы звоним сами, мы пока ещё за это деньги не берём, да, то есть телефонный разговор. Но иногда это надо, потому что вопросы интеграции, они требуют иногда разговоров, потому что там нужно по 1С поговорить, чтобы всё было хорошо. Масштабируйте систему. Замыкайте каждую задачу на конечном исполнителе. То есть у вас поступил входящий запрос, замкните общение с программистом. Не бойтесь это делать, не стесняйтесь, не нужен здесь менеджер. Один менеджер может прекрасно управлять группой в 10 программистов и даже больше, потому что ему нужно только следить за загрузкой, опять же, ну это уже отдельный разговор, да, но в общем он должен поставить ответственную на данный тикет, если что, сгладить какие-то вопросы. А так программисты… Есть почему-то такое мнение, что, ну, боятся руководители студии и программистов замыкать на клиентах, потому что или рано или поздно программист нагрубит, или скажет резко, как отрежет, или клиент, может быть, что-то не так будет говорить. В общем, всегда стараются положить некую прокладку во взаимоотношениях в виде менеджера. В техподдержке это делать не надо, в создании проектов это логично, в техподдержке не надо. Не бойтесь, нормально. Клиент, он ничего не понимает в программировании, поэтому он без проблем может общаться с программистами. Единственное, кого в техподдержку сложно пускать, это дизайнеров, потому что в дизайне разбираются все. И поэтому там, конечно, дизайнер будет испытывать, возможно, некий неудовлетворенность, когда ему прям открытым текстом, как пишут, ой, ну, не знаю, ваш вариант нам не очень нравится, давайте вот это, вот это, вот это. Потому что в дизайне разбираются все, в программировании разбирается никто. Поэтому он сказал, программист готов, проверьте. Все, вот и весь диалог. Ну, если что-то надо выяснить, надо выяснить. Соответственно, будет у вас 20 человек работать, ну, может быть, понадобится полтора менеджера. То есть, опять же, можно попробовать уместить, чтобы все равно был один старший по техподдержке. То есть эта система, она очень легко масштабируема. Делайте красиво и будьте няшками. Клиенты, они, как мне кажется, во многих вопросах слепые котята, как уже говорилось про онлайн-кассы, они вообще не отдупляют, что происходит. Они будут писать вам, вам нужно набраться терпения, вам нужно говорить. Ребята, вот это, вот это, давайте подольше. То есть, ну, в общем, вот эту вот писанину, конечно, да, это придется. Нужно им рассказывать, нужно их искренне любить. Нужно по-доброму над ними смеяться, что они несколько наивны в своих запросах, что интеграция будет сделана по двум кликам из коробки. И что, ребят, ну, нам нужно завтра запуститься. Вот мы подготовили 1С, давайте сделаем интеграцию. Давайте. Вот, нужно это понимать. То есть у клиента есть своя боль, он может прийти только к вам, а вам нужно сделать так, чтобы он понял, что кроме вас-то никто решить и не может. Все, все будет замечательно. Вы будете заработать, зарабатывать деньги и радоваться жизни. По поводу масштабируйте. Еще вот, например, у нас, чтобы понять входящий, у нас на поддержке 300 e-commerce проектов. И команда из 10 человек прекрасно со всеми успевает справляться. Но тут понятно, что нужно еще долго решать, совмещать ли когда продакшн полный и техподдержка. Совмещать этих людей или не совмещать. Можно выделить или не выделить. У нас есть выделенная отдельная группа, этого ресурса хватает. Поэтому, ну я не знаю, то есть нельзя вот так просто, что один программист будет прекрасно 30 интернет-магазинов поддерживать. Нет, это, конечно, только благодаря какой-то придуманной системе. Но в целом, в целом, я не думаю, что нужно еще народ брать вот именно в техподдержку. Если мы еще вырастем за этот год, ну по этому у нас еще 50 интернет-магазинов на поддержке. Я не думаю, что, например, нужно увеличить количество программистов. Мы про техподдержку, а не про продакшн. В общем, как продавать? То есть хорошо, сделали вы все это. Как продавать, как искать клиента? Ну, во-первых, реклама, это все понятно. Во-вторых, шерстите площадки, те же внутренние 1S Bittrex, ну не тендеры, а заявки. Там есть отдельная графа техническая поддержка. Туда в чем преимущество? Вы вместе еще с 30 компаниями заявку подадите, например, что да, нам было бы интересно. Но вы-то специализируетесь на этом. Вы-то ему подсовываете проект, который он посмотрит, что вы действительно крутые в техподдержке. А все остальные напишут, что да, мы студия, и мы хотим вас поддерживать. В общем, вот так. Можно замутить стопами, то есть в плане, ну я не знаю, насколько прям суп подряд. Наверное, это что-то, потому что это все-таки другой бизнес, нежели техподдержка. Но мутите с performance вот этими агентствами, которые, в общем, SEO предлагает, потому что доработок нужно сейчас сделать очень много. Найдите себе партнера, они вам будут скидывать. Но тут единственное, наступит небольшой момент, что им до лампочки, им нужно быстро, а мы, например, Bittrex любим, мы говорим, нет, мы не можем вот так вот сделать, шаблон костылем ваткнуть, нам нужно вот тут переделать, поэтому это два дня. Они говорят, ну вообще, ребята. И могут сами сделать, например, ну я не знаю, там, костылем за 20 минут. То есть им это, они свою задачу решили, все хорошо, все замечательно, но потом рано или поздно проект все равно попадает к нам на техподдержку, и он уже не очень хороший проект. Что еще можно сделать? Будет Рома Петров рассказывать про marketplace. Что такое marketplace, да, то есть что мы делаем? Вот у нас тоже в этом году мы запустили порядка 30 проектов. То есть Bittrex плюс готовое решение, все, ему сделали интернет-магазин, а дальше начинается наша любимая техподдержка. Внедрить, интегрировать с 1С, с системой оплаты, доставки и прочее, прочее. То есть внедрение, это все техподдержка, это прекрасно все ложится, здесь не нужно общение с менеджером, нужно просто, чтобы кто-то ставил задачи. Вот и все. То есть как бы мне кажется, это очень хороший вариант. Ищите смежные отрасли. Нам больше всего лидов генерирует у нас высокая экспертиза по интеграции с 1С. Это очень серьезная боль. Многие веб-студии как бы от 1С боятся, открещиваются. Мы же наоборот говорим, не, давайте руки в 1С по локоти вперед, да. Потому что вся интеграция, она по большому счету в 1С нужно работать, а не в Bittrex. Вот, поэтому у нас там вот просто колоссальный поток лидов. И, собственно, если посмотреть, откуда нам приходит, вот именно из этой отрасли. Декларируйте еще что-нибудь. Декларируйте, что вы круче всех переводите на композит. То есть все переводят, а мы круче всех. Быстрее, надежнее, и все будет работать замечательно. Или еще что-нибудь придумайте. В общем, вот смежные отрасли, их нужно смотреть. То есть напрямую о техподдержке нас не приходит вот так вот. Если взять там лендинг, да, наш под техподдержки, он гораздо меньше генерирует, чем та же интеграция с 1С. Ложка дегтя. Не самый подходящий бизнес, если у вас амбиции, вы хотите стать Цукербергом. Когда вы делаете техподдержку, вас никто не знает. Больше того, вас, скорее, даже больше не любят. Вот, соответственно, те подвиги, которые вы делаете, тоже никто не знает. Ссылка на сайте техническая поддержка, оказывается, такая компания, ее нет. В общем, короче, если у вас амбиции вагон, возможно, это не для вас, потому что нету профита в виде, ну, как, ЧСВ свою потешить, не получится. То есть это как бы просто работа лопатой. Вот. В какой-то момент ваш персонал будет мотивирован только деньгами. Да, ты где работаешь? Ну, мы там мутим стартап, вот планируем социальную сеть пятого поколения туда-сюда, прикольно, а ты где? А я вот техподдержка на Битриксе. То есть понятное дело, что это тоже фактор. То есть об этом нужно думать. В какой-то момент мы работали вообще без менеджеров, как я говорил, но все-таки есть пул задач, где менеджеры нужны. Как бы так это был наш факап, наша боль, что есть. Просто иногда через техподдержку у нас получается даже человек говорит, ну, окей, давайте сделаем новый проект мне. Вот мне разработали дизайн, давайте его сверстайте. Ставить задачу поверстки, в принципе, начинается в саппорте, продакшн. И вот, конечно, когда такой момент возникает, то менеджер нужен. Ну и, в принципе, есть некоторые задачи, когда с менеджером нужно пообщаться. Ну и однажды вам всего от этого станет грустно, как нашему офисному котейке, и вам захочется чего-то другому. Выгорание здесь очень серьезное. Ну а бочка меда, что происходит? Зарабатывайте деньги на техподдержке, они легкие. Просто качественно оказывайте услугу. А эти деньги тратьте на красивую жизнь или на какой-нибудь стартап, который ваши мечты, куда вы можете инвестировать. Вот эти деньги заработаны на техподдержке, и все будет хорошо и замечательно. Все? Спасибо. 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 Спасибо.